Развитие в Тверской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг стало основным вопросом повестки заседания регионального правительства, который 13 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Среди задач, поставленных на будущий год, дальнейшее расширение спектра услуг, а также модернизация офисов МФЦ. В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услугами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг. Их количество ежедневно оказываемое на площадках МФЦ говорит о том, что все основные задачи, поставленные при создании этой структуры, выполнены. То, что мы принимаем более 3000 услуг, и услуги очень разные, и помогаем не только органам власти, но и жителям региона в оказании услуг. Это действительно так. В офисах и филиалах МФЦ трудится почти 800 специалистов. Внедрены профессиональные стандарты для повышения качества, доступности услуг и удобства обслуживания граждан. Обеспечен комфортный режим работы. Оптимизирована справочная служба. Среднее время ожидания – одно из лучших по стране. Время обслуживания клиентов снижено в разы и составляет на сегодня порядка 7-7,5 минут. Это очень хороший показатель даже по стране. Следующим этапом развития, это было отмечено в докладе Иван Игоревич и губернатором Игорем Михайловичем, стоит вопрос о повышении эффективности работы МФЦ, в том числе за счет внедрения интеллектуальных систем управления. По результатам опросов, 96% посетителей удовлетворены качеством оказания услуг в МФЦ Тверской области. Постоянно расширяется их спектр. Например, можно подать заявление на газификацию и догазификацию домовладения, получить региональный подарочный набор для новорожденного, карту болельщика и другие дополнительные опции. Мы развиваем и возможности предоставления оплаты ЖКХ в филиалах МФЦ. И вот сейчас мы запустили пилот по выдаче заказов из онлайн-маркетов. И как раз мы пока ни у кого этого нет. И потом, соответственно, другие регионы смогут посмотреть у нас наш опыт. При всем при этом Игорь Руденя поставил задачи по дальнейшему развитию сети МФЦ в Верхней Волжи. В 2022 году обустроено три новых филиала. В городах Осташков, Ржев и Спирова. Готов к открытию офис в парке «Россия. Моя история». В Твери, Торжке и Завидове проведены ремонты и оснащения помещений. Обеспечена газификация двух филиалов в Молокове и Красном холме. В планах на 2023-2024 годы перевод в новое здание филиала номер 2 в Твери и Конаковского филиала. В Максатских жарках открытие модульных зданий. Всё это особенно важно для районов, где значительная доля жителей старшего возраста. Это возможность сегодня иметь доступ к получению госуслуг тем, кто, может быть, старшее поколение, которое не очень активно работает с интернетом, с порталом государственных услуг, а просто может прийти и получить все необходимые консультации и услуги прямо на месте, на территории многофункционального центра. В 2023 году планируется расширять перечень дополнительных услуг. Одно из направлений – развитие взаимодействия МФЦ и центров занятости населения. Когда можно будет обратиться по вопросам трудоустройства? Предусмотрено создание сервисов пользовательского сопровождения для самостоятельного получения услуг. Кроме того, заявлено создание центра для разработки оптимальных межведомственных цепочек, а также развития собственной информационной системы МФЦ. Разработан план по обновлению IT-инфраструктуры. Это позволит контролировать работу центров, анализировать показатели для повышения качества предоставления услуг.